Ты велик, нет Тебе подобного. Перед Тобой склоняюсь я, Ты любовь моя. Перед Тобой склоняюсь я, Всемогущий мой, Источник утешения. Я нашел утварь и кто, как Ты велик, Нет Тебе подобного. Перед Тобой склоняюсь я, Ты любовь моя. Как Ты велик, Как Ты велик, Нет Тебе подобного. Перед Тобой склоняюсь я, Ты любовь моя. Источник утешения. Мы благодарим Тебя, Что Тебя не остановили ужасы, Проклятие болезней. Видя все, Как над Тобой надругаются, Ты не остановился, Но пошел дальше На крест. И там, когда вонзились Тебя, Все проклятия мира, Все болезни, Ты взял добровольно И произнес, И произнес, Совершилось. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим за пролитую кровь. Мы благодарим Тебя за Твое Истерзанное тело Ради каждого из нас. Ради счастья каждому. Мы благодарим Тебя, Что видя невидимое, Ты совершил этот подвиг, И на подвиг души своей Ты смотришь с удовольствием, Потому что тысячи тысячи Миллионов Идут на небеса Через Твою жертву. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя. Мы превозносим Твое драгоценное имя. Пусть сегодня по-новому Откроется жертва Твоя. Пусть через сегодня Через Твою жертву Мы возьмем свое исцеление. Мы возьмем свое благословение. Мы возьмем спасение своих родных. Мы возьмем счастье в свою жизнь. О, благодарим Тебя. Поклоняемся. В смирении своего сердца. Превозносим Твое имя. Халлилюя. 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 Подари Богу великую славу. Поклоняемся. Мы можем садиться. На некоторое время. Вы знаете, это очень трепетный момент. Потому что Смерть Иисуса И Его воскресенье Это то, почему мы здесь находимся. Это наша сегодняшняя жизнь. Это наше будущее. Поэтому Мы сейчас приступаем К этому священодействию. И так хотелось бы Чтобы Дух Святой По-новому Открыл нам Жертву Иисуса Христа. Потому что это Сила. Великая сила. И Первое Коринфянам. Одиннадцатая глава. С двадцать третьего стиха Мы читаем. Ибо Я от самого Господа Принял То, что и вам передал. Что Господь Иисус В ту ночь В которую предан был Взял хлеб И Возблагодарив Приломил И сказал Примите И ешьте Это тело мое За вас Ломимое Это Совершайте В мое Воспоминание Так же и чашу После вечери И сказал Это чаша Новый Завет В моей Крови Это Совершайте Когда Только Будете Пить В мое Воспоминание И Далее Ибо Всякий Раз Когда вы едите Хлеб Этот И пьете Чашу Эту Смерть Господню Возвещаете Доколе Он Придет Вы знаете В В этом Священодействии В этом Акте Есть что-то Великое Глубокое И Наша Вера Играет Огромную Роль В Евреям 11.28 Здесь Говорится О Моисее Верую Совершил он Пасху И Пролитие Крови Дабы Истребитель Первенцев Не коснулся Их Верою Иисус Пошел на крест Сегодня Мы Верою Можем Прикоснуться И взять Свое чудо Потому что Иисус Сказал Совершилось Совершилось Спасение Совершилось Избавление Совершилось Это Законченный Акт И здесь Давайте Воздадим Богу Великую Славу И И Знаете Здесь Настолько Важно Богу Надобно Чтобы Приходящий В Него Мы Получаем Все Верой Чем Мы Можем Обидеть Бога Это Своим Неверием И Далее Я вернусь Одиннадцатая Глава И Таким Образом Пусть Пьет Из Чаши Этой В Другом Переводе Сказано Человек Должен Проверять Себя Прежде Чем Ест Хлеб И пьет Из Чаши Таким Образом Кто ест Хлеб Или пьет Из Чаши Господней Не Придавая Этому Должного Значения Тот Грешит Против Тела И крови Господа Это не что-то Должно быть Религиозным Это Осмысленный Акт Это не Плакать Просто над тем Что было больно Иисусу Это плакать о том Что мы иногда Не Не можем Пройти Сквозь Все эти Вот эти Как пастор сказал Промежуточные Свои Периоды жизни И когда мы Размышляем И когда мы В вере Этим Мы прославляем Господа Говоря Бог Это временно Потому что Твое Слово говорит Совершилось Пусть сегодня Этот акт Будет актом Твоей Веры Невзирая На обстоятельства В которых Ты находишься Скажи Совершилось Избавление Совершилось Спасение Совершилось Исцеление И это Истина Потому что Бога Впечатляет Вера И смотрите Как интересно Написано Да испытывает Мы говорили Я прочитала Второй перевод И далее Оттого Многие из вас Немощны И больны И немало Умирают Мы когда читаем Никогда не дочитываем Это Но это относится Именно К вечере Господней Откуда Немощь Откуда болезни И даже Говорят Немало умирают Потому что Мы Не до конца Осмысливаем К чему Мы прикасаемся Прикасаясь К этому Разорванному Телу Вкушая Его Мы Провозглашаем Всем бесам Всему миру Самому себе Что Ранами Его Я Исцелен Через его жертву Пусть сегодня Прикосновение Прикосновение К лоймимому телу И к этой пролитой крови Произведет Чудо в твоей жизни Вы знаете Я молюсь Богу Чтобы в этом году Я по-новому Могла посмотреть На этот священный акт Вечере Господней Потому что Для верующих Это Хило Амэн Халлеллюя Халлеллюя Давайте сейчас Мы встанем Подойдем Очень осмысленно Испытывая себя Написано Испытывайте себя Вверили И когда ты чувствуешь, что вера есть, это и есть то состояние, когда ты с достоинством прикасаешься к святениям Божьим. И мы сейчас будем молиться. Халлелуйя. Халлелуйя. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты не пощадил своего Сына, но предал Его за нас, чтобы мы были спасены, чтобы мы наследовали вечную жизнь. Благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты согласился с волей Отца и пришел на эту проклятую землю и дал себя на растерзание, чтобы через Твое ломимое тело каждый человек, прикасаясь мог был истилен, восстановлен и открытый для славы Твоей. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты укрепляешь каждого из нас в немощах наших. И мы благодарим, что мы можем прикоснуться сейчас к этой святыне, чтобы получить помощь в свою жизнь. Мы поклоняемся и принимаем с благодарностью. Мы благодарим за ломимое тело. Мы благодарим за пролитую кровь. Мы благодарим за жертву, которая приносит нам исцеление во имя Иисуса. Твоё слово говорит, без пролития крови не бывает прощения грехов. И мы благодарны Тебе за то, что благодаря Твоей драгоценной крови, которая пролилась на Голгофском кресте, мы имеем прощение грехов. Я благодарю Тебя, что на основании этой крови Ты заключил с нами Новый Завет. И мы сегодня Твои. Ты купил нас дорогой ценой. И мы это ценим. И мы просим Тебя, пусть наша жизнь прославит Тебя. Благодарим Тебя, что Твоя кровь это наша защита. И благодаря пролитию этой крови Господь, никакой истребитель первенцев не сможет прикоснуться к нам. Благодаря этой крови наши сердца белее снега. И мы можем приходить в присутствие Твое. Мы поклоняемся Тебе за ломимое тело. Мы благодарны Тебе за Твою кровь. Благодарны Тебе за возможность соединяться с Тобою, приобщаться к телу Твоему и крови Твоей. Заявляя в Духовном мире, мы не одиночки, мы не брошенные, мы не отверженные, мы во Христе, а Христос в нас. Поэтому мы непобедимы в имени Иисуса. Поклоняемся Тебе, превозносим Твое святое и великое имя. Поклоняемся Тову, верно и святое и великое имя. Аминь. Аминь. Пожалуйста, Лудзю, Эй, Уважаемая церковь, давайте будем благоговейно относиться к телу и крови Иисуса Христа. Конечно, лучше было бы, чтобы все стояли во время вечерей, но я думаю, порядка и исключения мы можем сесть. Первый, второй ряд выходят и по мере, как второй ряд выходит в эту сторону, встает третий ряд и потихонечку, медленно, не спеша, подходим, берем хлеб и вино и садимся на место. Все сели, первый, второй ряд подходим. Когда второй ряд вышел туда, встает третий ряд и также продвигаемся вперед. Очень медленно, не спеша, благоговейно перед Господом и перед Его величайшей жертвой. Благодарю Тебя, Иисус. Третий ряд встали. Точно так же там на второй части. Я Тебя благодарю, Я Тебя благодарю, Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Я Тебя благодарю, Я Тебя благодарю, За Голгофу, за кровь, За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю, Я Тебя благодарю за Воскресенье Твое, за Победу Твою, Господь, за Голгофу, за кровь, за Голгофу, за кровь. Когда взяли хлеб и вино, садимся на место, и потом одновременно будем участвовать в Вечере Господней. Берем вино и хлеб, садимся на свое место, и потом одновременно будем принимать участие в Вечере Господней. За Победу Твою, за Голгофу, за кровь. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За Воскресенье Твое, за Победу Твою. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Иисус. 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 Я Тебя благодарю, я Тебя благодарю. Благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Я Тебя благодарю, я Тебя благодарю. Кто поверил слышенному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был призрен и умален пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был призраим, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Все мы блуждали, как овцы. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он изязуем был. Но страдал добровольно. И не открывал уст своих. Но Господу было угодно поразить его. И Он предал его мучению. Когда же душа его принесет в жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное. И воля Господа благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его. Через познание Его. Он праведник. Раб мой. Оправдает многих. И грехи их на себе понесет. Поэтому я дам счастье Ему. Между великими. И сильными будет делить добычу. Зато, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был. Тогда как Он понес на себе. Грех многих из-за преступников сделался ходатаем. Халлилюя. Халлилюя. И смотрите. И смотрите. Какое обетование мы имеем в Иисусе Кресте. Римлянам 8.32. Тот, который сына своего не пощадил. Но предал его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего. А мы сейчас тот момент. Когда верою. Через обетование Божье. Ты можешь взять все. В чем ты нуждаешься. Халлилюя. Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто сегодня может обвинить тебя? Бог оправдывает их через жертву Иисуса Христа. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога. И Он ходатайствует за нас. Чтобы дьявол не предпринимал. У нас есть ходатай нового завета. У нас есть первосвященник, который может нам помочь во всем. Потому что прошел сквозь боль, сквозь предательство, сквозь смерть, чтобы мы с вами имели жизнь вечную. Халлилюя. 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 Давайте несколько минут еще. Прежде чем вместе помолимся, поразмышляем, помыслите, помыслите, заставьте мысли направиться в ту сторону. Сконцентрируйте свое внимание на том, что произошло на Голгофе. Какая цена, какой подвиг ради тебя, ради меня, ради каждого из нас, чтобы мы были счастливы не только на земле, но чтобы мы наследовали неба, поразмышляйте. Дух Святой, благодарим тебя. Киламаха суммати чеку, суту ламахэнда, пусть каждый из нас будет достойно участвовать в этой вечере. Дай нам соединиться с тобой. Дай нам видеть себя в теле Иисуса Христа и через Твою кровь пусть Твоя жизнь приходит к нам. Жизнь человека в крови и Твоя жизнь в крови и пусть через эту кровь Твои чувствования, Твой характер, Твоя воля, Твое наследие, Твоя генетика, Твоя генетика переходит к нам через кровь. Пусть Господь придет кровное родство через Иисуса. Господи, пусть имя Иисуса никогда не привыкнет, пусть не будет ничего привычного, пусть оно всегда вызывает трепет. мы любим Тебя, мы любим Тебя, благодарим Тебя, что во Христе Иисусе все завершено, битва выиграна, и все, больше никого нету, кто бы мог выступать против нас Своей смертью. Ты лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Смерть Иисуса это выигранная битва. Дьявол потерял все. Иисус забрал у него ключи ада и смерти и сказали, Ат, где победа Тебя, смерть, где жала Тебя, битва выиграна, и мы благодарим Тебя. Давайте вместе скажем, Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, что Ты так возлюбил этот мир, что Он дал Сыну Свою единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, что на Голгоском кресте были пригвождены мои грехи, мои болезни, мое проклятие, мое наказание. Ты умер, чтобы я жил. Ты пошел в ад, чтобы я пошел на небо, Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы все Сыны Человеческие могли стать Сынами Божьими. Благодарю Тебя за эту привилегию прикасаться к ломимому телу и Твоей драгоценной крови. я хочу провозгласить в Духовный мир, что я в завете с Тобою, что кровь Иисуса на косяках моей судьбы, моего служения, моих детей, моего дома во имя Иисуса пусть защита и ограда весь год сопровождает меня и пусть все ангелы-губители идут прочь и дьявол уходит прочь. Пусть Божьи ангелы сопровождают меня во всех путях. Благодарю Тебя за эту честь знать Тебя, любить Тебя и быть единым с Тобой в завете с Тобой через Твоё тело и через Твою кровь. Благодарю во имя Иисуса. Аминь. Пожалуйста, принимайте. Пусть. Только через кровь Христа Только через кровь Христа Мир благодать обрести мы смогли только через кровь Христа Только через кровь Христа Только через кровь Христа Мир благодать обрести мы смогли Только через кровь Христа Только через кровь Христа Только через кровь Христа Мир благодать обрести мы смогли Только через кровь Христа Мир благодать обрести мы смогли Но Иисус нас простил кровью Своей Моё сердце аминь Небеса подарил Жизнь мою изменил Мир благодать моё сердце истил Только через кровь Христа Только через кровь Христа Мир благодать обрести мы смогли Только через кровь Христа Только через кровь Христа Только через кровь Христа Мир благодать обрести мы смогли Только через кровь Христа Только через кровь Христа Только через кровь Христа Мир благодать обрести мы смогли Мир благодать обрести мы смогли Мир благодать обрести мы смогли Только через кровь Христа Только через кровь Христа Мир благодать обрести мы смогли Мир благодать обрести мы смогли Халлелуйя! Настоящая любовь всегда доказывается жертвой. Настоящая любовь связана с жертвой. Бог так возлюбил, что пожертвовал самое дорогое, что было у Него. Сейчас Бог позволил нам прикоснуться к Его жертве и посмотрите, какое благословение. А теперь Бог желает прикоснуться к нашей жертве. Присядьте, пожалуйста, и подумайте только любовь. Любовь доказуема. Главным доказательством это жертва. Жертва останавливает проклятие. Жертва открывает небо. Жертва закрывает рот всяким злопыхателям. Любовь имеет свои законы. Любовь рассуждает. Любовь не ищет своего. Она рассуждает так, благословение давать, благословение давать, нежели принимать. Благословение давать. Я думаю, за этих сем дней Господь так многогранно, так многообразно, служил нам, на самом деле, сколько уроков. Какую великую многогранную работу Он совершил. И я думаю, что это только основание и фундамент для грядущего года. Дьявол ушел. Ангелы приступили. Награда будет. И пусть это жертва наша. Это будет жертва, угодная Богу. Вся эта неделя она была такой экономной неделей. И поэтому я считаю, что в этой жертве должна быть максимальная благодарность за все прошедшие чудеса, которые были в прошлом году. И пусть это будет благодарность заранее за все грядущие чудеса, которые будут в этом году. Я думаю, сердце, переисполненное благодарности, оно не считает. Оно просто чувствует, как та женщина разбила лавастровый сосуд. И даже ученики говорили, зачем? У любви другие законы. У любви законы другие, которые иногда конфликтуют с законами разума. Поступай по сердцу. Вот давайте несколько минут помолимся сейчас. Скажи, Бог, какую жертву я хочу тебе принести? Я хочу, чтобы эта жертва тебя впечатлила. Потому что твоя жертва меня впечатлила. Она меня изменила. Она меня преобразила. И я хочу, чтобы моя жертва она впечатлила тебя. И чтобы в твоем сердце родились эти добрые желания. Когда Ной принес жертву, Бог в сердце своем сказал, не буду больше поражать этой земле. Дух Святой, я прошу тебя, приготовь народ твой к этому великому священнодействию. К этому великому священнодействию. Помоги нам принести жертву угодную тебе, которая бы понравилась тебе, которая бы впечатлила тебя. И пусть эта жертва как приятное благоухание достигнет престола твоего. Мы благодарны тебе за этот день. Мы благодарны за это слово. Мы благодарны тебе за это священнодействие. За то, что ты наш имеешь в виду. За то, что ты ведешь нас. И обещаешь нам успех. Спасибо тебе, что вот в этом сумасшедшем мире есть вот эти островки безопасности, где ты встречаешься с нами. Где небо открыто. И где мы можем чувствовать прямое включение Царствия Твоего. Мы поклоняемся тебе. Мы любим тебя. И просим тебя, прими нашу жертву хвалы и благодарности. Амэн. Мы приносим эту жертву, потому что будет ясный день, и будет хлеб насущный. Исчезнет горе и нужда. Пустыню мы с тобой пройдем благополучно. Совсем чуть-чуть осталось ждать. Амэн. Ашери, пожалуйста, пустите ведра по залу. И мы эту песню сейчас испоем. Будет ясный день. Будет скайдрит один. Будет ясный день и будет хлеб насущный. Исчезнет горе и нужда. Пустыню мы пройдем с тобой благополучно. Совсем чуть-чуть осталось ждать. Нет ничего, что может заменить победу, что может заменить любовь. Единая цена его одно лишь кредо, Голгофский крест, святая кровь. Лишь одного всегда ищу, Лишь об одном тебя прошу, Чтоб создастся твою святую красоту. Я твой навеки, навсегда Не поколеблюсь никогда, Господь мой, Он отнесну меня. Не даст поколебаться Он на ноге твоей, Храни тебя на всех путях. Жизнь твою насыть и дал готою дней. Хвали его, душа моя. Ты, Господь, хранишь меня от всякого зла, Судья над злом и добром. Не смолкнет пред тобой повек моя хвала, милость вознеслась над судом. Лишь одного всегда ищу, Лишь об одном тебя прошу, Чтоб с созерцать твою святую красоту. Я твой навеки навсегда не поколеблюсь никогда. Господь со мной, он одесну меня. Лишь одного всегда ищу, Лишь одного всегда ищу, Лишь об одном тебя прошу, Чтоб созерцать твою святую красоту. Я твой навеки навсегда не поколеблюсь никогда. Господь со мной, он объясню меня. Прости, что дать тебе, рука моя не сократилась. Прости, что дать тебе, твоя мать сопровождают милость. Если надо, снова море рассечет. Если надо, воды и ордана остановит. надо, он снова ангела пошлет, ввиду врагов трапезу приготовить. Прости, что дать тебе, рука моя не сократилась. Прости, что дать тебе, тебя моя сопровождает милость. Если надо, он снова море рассечет. Если надо, он и ордана остановит. Если надо, у слова ангелов пошлёт, Ввиду врагов, праведу приготовить. Лишь одного всегда ищу, Лишь об одном из себя прошу, Чтоб задерцать твою святую красоту. Я твой на веки навсегда Не поколеблюсь никогда. Лишь одного всегда ищу, Лишь об одном из себя прошу, Чтоб задерцать твою святую красоту. Я твой на веки навсегда Не поколеблюсь никогда. Лишь одного всегда ищу, Лишь об одном из себя прошу, Чтоб задерцать твою святую красоту. Я твой на веки навсегда Не поколеблюсь никогда. Господь со мной, Он одеснует меня. Будет ясный день, Будет хлеб насушный, Пустыю мы пройдём, С тобой благополучно. Будет ясный день, Будет хлеб насушный, Пустыю мы пройдём, С тобой благополучно. Будет ясный день, Будет хлеб насушный, Пустыю мы пройдём, С тобой благополучно. Будет ясный день, Будет хлеб насушный, Пустыю мы пройдём, С тобой благополучно. Будет ясный день, Будет ясный день. Лишь одного всегда ищу, Лишь об одном из себя прошу, Чтоб созрецать твою святую красоту. Я твой на веки навсегда Не поколеблюсь никогда. Господь со мной, Он одеснует меня. Лишь одного всегда ищу, И об одном из себя прошу, Чтоб созрецать твою святую красоту. Я твой на веки навсегда Не поколеблюсь никогда. Господь со мной, Он одеснует меня. Будет ясный день, Будет хлеб насушный, Пустыю мы пройдём, С тобой благополучно. Будет ясный день, Будет хлеб насушный, Пустыню мы пройдём, С тобой благополучно. Будет ясный день, Будет хлеб насушный, Пустыню мы пройдём, С тобой благополучно. Будет ясный день, будет хлеб разучный В пустыню мы пройдем, с тобой благополучно Будет ясный день, будет хлеб разучный В пустыню мы пройдем, с тобой благополучно Будет ясный день, будет хлеб разучный В пустыню мы пройдем, к тобой благополучно Будет ясный день, будет предназлучен В пустыню мы пройдем, к тобой благополучно Будет ясный день, будет предназначен С пустыню мы пройдем, с тобой блага получна Будет ясный день, будет предназначен С пустыню мы пройдем, с тобой блага получна Будет ясный день Халлелуя! Будет ясный день И хлеб насущный Господь даст нам И милость его будет всегда над судом И детей своих он не обидит никогда Мы дети самого справедливого, доброго и сильного Бога Друзья, давайте на этом жертвеннике некоторые нужды Благословим и помолимся Пожалуйста, пастор Андрей, иди сюда Давай